Эквитат нит Эквитат нит Я не знаю, я не знаю ничего Я не знаю Всем привет! Я думаю, что уже пора бы начать наш влог Мы приехали в Германию Мы приехали в Германию Мы приехали не просто так А так как у нас идет ремонт Мы приехали на закупку Так как у нас ремонт продолжается в нашем доме Конечно, он еще и не начинался Но он у нас продолжится В общем, мы приехали в Германию Посмотреть ценовую политику материалов Сравнить ее с Бельгией Цену И, собственно говоря, посмотреть то, что нам еще нужно Приехали в магазин Магазин называется Бау Хаус Денис у меня пошел искать тележку Вон он идет Молодец! Хороший мальчик Умничка! Посмотрим, что здесь есть Этот магазин нам посоветовали Так как сказали, что в Германии Цены порядком дешевле Но сегодня мы посмотрим, какие же здесь цены В общем, пройдемся по витринам Что же здесь есть Конечно же, новогодние всякие декорации Но нам туда сегодня вряд ли нужно 599 евро Барбекюшница Так, что у нас сегодня вообще по плану? Ну, нужно нам сравнить Бельгию с Германией Цены на полы Нам нужно напольное покрытие Я вам покажу, какое мы хотим Мы в любом случае сегодня будем в магазине смотреть цены Цены в Бельгии мы уже знаем Мы будем искать паркет И нам нужно закупиться краской Тоже посмотрим, какая здесь есть краска Давайте я вам немного расскажу про наши планы Мы хотим заняться сейчас верандой Так как до весны ремонт первого этажа Осуществить и начать мы не можем Поэтому мы решили к весне подготовить веранду Покрасить то, что мы хотим покрасить Постелить полы по возможности Посмотрим, как все это пойдет Пожелайте нам удачи В любом случае будем стараться начать Все, и сейчас что нам нужно? Нам нужно посмотреть, что нам нужно Что нам нужно, Денис? Вот вы, Ниц Для вески дня Нам нужно найти люстру Но проблема в том, что везде люстры модерна стиля Современного Даже вот на пульте управления Давайте проверим, как это работает Пожалуйста Свет, приглушенный свет Мы ищем люстры классического стиля Так как у нас комната-спальня идет в классическом стиле Мы даже за навески взяли такого хлопкового материала Чтобы было максимально нежно И прям в классическом стиле Нам это очень нравится У нас и ночники в таком классическом стиле Мы решили нашу спальню сделать такого Спокойных оттенков, не кричащих И теперь нам необходимо еще выбрать люстру Знаете, как мы с вами поступим? Я не буду снимать все подряд Потому что тогда это затянется очень надолго И я буду включать камеру только тогда Когда мы будем брать то, что нам нужно И будем снимать Ну или мне что-то очень сильно понравится Я тогда буду это впускать в кадр Поэтому погнали дальше Будем смотреть, что же нас еще здесь ожидает Нам очень необходимо найти почтовый ящик Но почтовый ящик мы хотим не навесной А именно вот который у нас такой же, какой у нас сейчас есть Но чтобы он стоял на полу Пока что мы таких не видим И они вообще, конечно, очень дорогие По 300, по 400 и выше цены Посмотрим, что нам удастся найти Ну что, продолжаем идти Что уже заметили? Что то, что мы покупали в Бельгии Порядком дороже Мы уже это заметили То же самое мы купили шкаф в гараж Пластиковый Из обычного пластика Он здесь дешевле на 20 евро На 2000 рублей практически И здесь, конечно, есть очень много всего Мы продолжаем искать то, что нам надо Мы что-то уже покидали в тележку Пытаемся найти люстру Но ситуация, она не меняется Все достаточно современное Еще мне хочется в коридоры установить сенсорные лампочки Чтобы не пользоваться включателями и выключателями Тоже мне было бы интересно на это посмотреть Как это все работает Как это все выглядит Будем надеяться, что мы найдем Вы смотрите, какие они прикольные Это ночнички в виде обезьянок Стиль такой же, как у моей малышки в спальне Висит обезьянка на канате С лампочкой в руках Я считаю, что очень крутое разрешение Сделали дизайнеры И вот такие вот обезьянки У меня уже есть идея Взять примерно вот такой же ночник Только в виде другого животного Тоже в золотом цвете С белым разрешением Либо с черным, посмотрю И сделать на первом этаже в зале Но это уже потом Посмотрим Ну и здесь вот нас встречают Вот такие всякие дизайнерские штуки Которые мы будем закупать После ремонта уже на веранде Потому что у меня уже голова Взрывается от идеи Какая же у нас будет веранда А она будет очень уютная Она будет очень красивая И будет великолепная просто Я прям вам даю гарантию Ну а я сейчас догоняю своего любимого Как всегда И посмотрим, что же он там выбирает Что мы уже взяли на данный момент Взяли для сада Еще лопату взяли Убирать сухие листья Губки на данный момент взяли Тазик для сухих стиранных вещей И вот эти удлинители Пока все Идем дальше Смотреть, что же нам нужно Вот как раз таки они Уже готовы к использованию Мартышки Цена 40 евро 39,90 за одну Да, 39,90 Всех цена одинаковая О, еще одна моя Такая слабое место С картинами В спальню Не могу понять Что я хочу сделать в спальню У нас над кроватью Хочу какое-нибудь Дизайнерское разрешение Никак не могу решиться Что я хочу там видеть На стене Что-то, наверное Максимально светлое Смотрю сейчас Что здесь есть Может быть Вот такую Мелоту Прелесть Нет, конечно Так, есть вот такие Металлические изделия И есть различные Картины Мерлен Монро Не знаю В общем Надо посоветоваться Сначала с Деннисом И потом уже принимать решение Туалеты 159 евро 79 евро 128 евро Зеркала Не работают 699 евро Раклина 149 евро 69 евро Нам еще до ванны Комнаты Далековато Но Выбор Достаточно большой Мы Вообще Не знаем Из какого материала И как будет выглядеть Наша ванная комната Единственное Что я думаю Что ванную Саму ванную Мы сохраним В плане того Что мы не будем ставить душ А именно Мы поставим ванную Новую Деннис пошел искать Дверь Нам нужно найти Дверь Одну По крайней мере Для начала В дом Где у нас кухня И мы никак Не можем найти Потому что мы ищем дверь Со стеклами Знаете Такая Типичная дверь Для кухни В общем Деннис мне предлагает Поставить Вот такую дверь Где у нас идет Выход в гараж Мне не очень нравится Если честно Во-первых Потому что это Пластик Мне не нравится Здесь даже есть Вариации Лестниц Но лестница Это потом уже Пока мы лестниц Не готовы Переделывать Не знаю Вот Ищем дверь Есть Вот такие двери Примерно то Что я и хочу Чтобы были стекла Не знаю Насколько вам Интересны Вот эти вот Наши поиски Двери В дом Мне уже тоже Становится Не очень интересно Двери В цене Розница Какие-то За 500 евро Какие-то По 150 Очень страшные Двери Сейчас посмотрим Что 54 Евро Дверь Просто Кусок Прессованного Прессованного Картона Земля В иллюминаторе Земля В иллюминаторе Видна Как сын Грустит О матери Как сын Грустит О матери И причем Что я могу сказать Что здесь Обращаешься За помощью И почти никто Не говорит На английском Для меня Это тоже Становится Небольшим Шоком Спрашиваешь Могли бы Вы нам Помочь На английском Я не говорю Особо На английском Да Казалось бы Но в Бельгии Практически Все говорят На английском Языке С этим Проблем Вообще Не возникает Сейчас Иду искать Любимого Потому что Я от него Куда-то Убежала Пытается Пытается Помочь С дверью Убежала Если я не уверен Я не уверен Я не уверен Добро проверю Нужно Нужно 71.5 или что-то там. И еще есть фракет? Да, фракет. А вы думаете, это еще один старый? Нет, они просто уйдут в двор. Они уйдут все. Это здесь или это здесь? Да, да. И в 2000 году это все стандарт. Но до этого я думаю, это не проблема. Когда вы думаете? Да. Пришли посмотреть напольное покрытие. Виниловое. Мы хотим найти паркет, который можно спокойно мыть водой и не бояться, что начнет что-то где-то расходиться. Я нашла цвет, который мне нравится. 20 евро 4. Здесь у них даже идет ценовая политика. Вот мне понравилось вот такой, не знаю, камера передает или нет. Вот такой теплый теплый оттенок с краснотой, с какой-то небольшой с красненькой. Мне он очень понравился. Деннису в принципе тоже понравился. Это единственное, на чем мы сейчас сошлись наше мнение. Ну, я имею ввиду на каких-то крупных покупках. Мы, конечно, сейчас покупать не будем, потому что мы хотим в Хаслете заехать в магазин. Но вот я хочу вам показать ценовую политику. 22 евро это за метр в квадрате. И если покупается больше по диаметру, то чем больше вы покупаете, тем дешевле выходит, соответственно, покупка. Нам этот цвет очень понравился. Запомним его. И посмотрим. Да, мы взяли вот каталог, который можно будет повизуализировать и посмотреть. Да, Деннису нравится вот такой темный, темный. Я вам сейчас покажу. Сейчас я его... Вот, Деннису нравится. Для меня это очень темный оттенок. Мне хочется что-то вот... Это даже для меня темный. Мне хочется что-то... Не знаю, как он... Ну вот, может быть, вот такой. Либо... Ну, это очень светлый. Это для меня как стиль баня. Ну вот, не знаю. Еще вот цвет мы прям... Ну, это очень темный. Нет, вот Деннису нравится. Вот такой Деннису нравится. Для меня это очень темный. Здесь оттенок, мне кажется, чуть посветлее. Не знаю. Вот... Вот что-то вот... Мне нравится что-то вот такое. Нейтральное. Ни темное, ни светлое. Для меня вот это вот прям будет и для веранды. Потому что полы я хочу сделать везде одинаковые. На первом этаже, кроме гаража, будут полы везде одинаковые. На веранде. И уверена, вы увидите этот замечательный процесс преображения дома. И для меня очень важно, чтобы можно было мыть полы водой и не бояться. Это вот две составляющие, которые для меня очень важны. Как же я не могу зайти? Все для нового года. Мы уже начали. Тот, кто подписан на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Обязательно подписывайтесь. Туда я публикую первые новости. Я стараюсь публиковать там. Туда я публикую первые свежие же новости. То, что в нашей жизни происходит. И там в телеграм-канале я уже рассказала о том, что я уже начала наряжать елочку. Посмотрите, какой он классный. 179 евро. Обалденный просто. Просто балдеж. У нас в этом году столько декораций на Новый год, что меня уже просто гонят от этого всего. И говорят, хватит, хватит. Я и даже Сиене уже машину купила красную. Я не могу никак остановиться. Я просто обожаю все эти декорации на Новый год. Но я уже понимаю, что нужно остановиться. И картины с лампочками купила в этом году. Освежила какие-то моменты в декорации. Но надо уже действительно себе сказать стоп и хватит. А вот этот Дед Мороз, кстати, мне очень нравится. Надо посмотреть, сколько он стоит. Нашла кактусы. У меня же в комнате тоже стоят три кактуса. Но с цветами я еще... Ну, у нас в Бельгии, по крайней мере, я не видела. Смотрите, какие они прикольные. Такие они миленькие, с цветочками. Но уже хватит. У меня уже три кактуса стоят. Я их взяла специально для того, чтобы они забирали негативную энергию. С цветами пока... Вот эти плохо очень живут. Я как-то покупала это рождественские растения. Они очень быстро умирают. Они очень красивые. Но я их больше не беру, так как они слишком быстро дохнут. Ладно. В общем, вот такой вот магазинчик отдел с рождественскими украшениями. Прикольный, конечно, Дед Мороз. Но у нас слишком всего много. Действительно, уже хватит. 2,845. В общем, мы взяли два горшка. Давно искали горшки поставить перед домом. У меня все растения стоят и ждут. Чек у нас вышел на 156 евро 64 цента. Из них составляет 25 евро 1 цент. Мы заплатили налогов. Входит в эту стоимость. А товар у нас был на 131 евро 63 цента всего. И вот такая вот стоимость у нас вышла. Я не знаю, не могу вам сказать, дорого это или дешево. Где-то мы, конечно же, увидели разницу в цене значительную. То, что мы уже приобретали или то, что мы уже видели. Насчет краски. Краску Деннис категорически не хочет брать здесь. Потому что он хочет все... Во-первых, он хочет взять краску очень хорошего качества. И эту привилегию я оставляю за ним. Все-таки он мужчина и пускай он распоряжается этим правом. Он хочет приехать сейчас... Мы поедем обратно в Бельгию, в Хасл. Он хочет приехать и узнать, все разузнать. Спросить и купить хорошего качества краску. Чтобы мы уже начали красить веранду. И также по поводу полов. Мы приехали, посмотрели ценовую политику. Посмотрели дверь тоже по цене. Дверь мы можем заказать онлайн. Но дверь нужно будет покупать только после того, как мы постелим паркет. До этого смысла нету покупать. Нужно будет потом мерить сколько. Потому что там все равно, когда паркет постелится, сантиметры сократятся. В принципе, все. Мы еще захватили для зубных щеток. Стаканчик, под мелочью стаканчик, ванную комнату. В принципе, все. Сейчас отправляемся в Бельгию. И уже как только приедем сейчас в Бельгию, кратко вам покажу, что же мы еще приобретем. Потому что я уже хочу начать красить веранду. И еще мне очень хочется в любом случае сделать декорацию над кроватью спальни. Нам необходимо еще взять люстру и декорацию над кроватью спальни, чтобы спальня уже была более-менее готова. И уже когда спальня будет полностью готова, сделаю вам обзорчик в любом случае. Вот. Сейчас жду Денниса. Сейчас он подойдет. И мы уже отправляемся домой в Хассель. Мы приехали в Бельгию. Мы дома. Очередной магазин декораций. Мы сейчас ищем, что же нам прилепить на стену спальни. Если я что-нибудь найду, то это будет замечательно. Если нам удастся. Мы ищем очень долго и давно сушилку для полотенец. И никак не можем найти. Моя мечта, знаете, такая есть, с зигзагом раскладывается. Очень удобно. Вот мы у родителей такой пользовались. Нигде. Они ее покупали в Икеа. Мы нигде не можем найти. Сейчас приехали. Есть вот такая сушилка. Вроде неплохая. 41,99. А, подожди. 41,99. Стоит. 24,25. Как вы считаете? Выбор мы остановили вот на такой сушилке. Она будет 30 евро стоить. А вот это что-то слишком замудренное. А здесь мы хотим черную. В общем, на этом мы остановились. И хорошо. Музыка. 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 Ну что ж, вот такой вот день у нас получился Сейчас мы уже приехали за малышкой в школу Здесь вот она у нас учится Рядом с тем местом, где она и училась Буквально в соседнем здании Много вам показывать не буду Алло Алло Мы старались, съездили в Германию И, собственно говоря, сейчас забрали малышку Она у нас вот сидит, играет сзади Мы едем уже домой, у нас уже темнеет Время 16.32, уже на улице достаточно начинает смеркаться Поэтому мы едем домой разбирать наши покупочки Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии И будьте с нами Дальше будет еще интереснее, я обещаю Всем пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok